МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спутники для гидрометеорологии, дистанционного зондирования Земли и научных исследований. Бортовое оборудование для ракет-носителей и разгонных блоков. Система управления и аварийной защиты реакторов атомных электростанций. Электрические машины для военно-морского флота. Оборудование для газовой промышленности. В НИЭМ один из главных исполнителей Федеральной космической программы. Здесь с помощью передовых технологий собирают спутники будущего. Космический комплекс оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций КАНОПУС-В. Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения МЕТИО. Белорусский космический комплекс дистанционного зондирования Земли. Космический аппарат с комплексом научной аппаратуры для исследования космических лучей Хронос-Нуклон. В НИЭМ это уникальный опыт разработки и создания космических аппаратов. За последние 50 лет на орбиту запущено более 80 спутников. Их общий налет в космосе — 200 лет. Более полувека одно из главных направлений предприятия — разработка информационно-диагностических систем для атомных электростанций. Система управления и аварийной защиты реакторов используется почти на 60 энергоблоках в России и за рубежом. За последние три года комплекс электрооборудования нового поколения внедрен на Ленинградской, Калининской, Ростовской, Курской АЭС, а также в Болгарии, Иране, Китае, Индии и Словании. Предприятие — мировой лидер в создании сверхмощных электромагнитных подшипников для газоперекачивающих агрегатов. Высокие рабочие скорости, возможность работы в вакууме, экологическая чистота и безопасность — вот их характеристика. Электромагнитные подшипники используются на газоперекачивающих станциях Сызрани, Тольятти, Казани, Перми. На карте газопроводов России и Европы самые важные участки газопровода оснащены электромагнитными подшипниками в НИЭ. Разработки в НИЭ необходимо не только на Земле и в космосе, но и под водой. Малошумные электродвигатели и насосы систем движения, созданные на предприятии для атомных подводных лодок, позволяют считать российские субмарины лучшими кораблями 21-го столетия. Для военно-морского флота и атомных ледоколов предприятие создает уникальное энергию. Испытательный центр в НИЭ. Для проверки надежности оборудования здесь созданы все условия. Вибрация, давление, удары, проверка на сейсмоустойчивость, температура, стопроцентная влажность. В радиобезеховой камере объемом в тысячу кубических метров оборудование испытывают на электромагнитную совместимость. Все изделия НПП в НИЭ имеют высокий запас прочности с гарантией безаварийной работы. Научно-производственная и испытательно-стендовая база предприятия непрерывно развивается. Реконструируются производственные площади и лаборатории. Вводится в эксплуатацию уникальное по своим параметрам оборудование. Здесь трудятся тысячи специалистов самой высокой квалификации. Более ста кандидатов и докторов технических наук. Большинство исследований и разработок института предприятия новаторские и не имеют аналогов в мире. Москва. Август 2011 года. На стапеле монтажно-испытательного комплекса космический аппарат «Конопус-В». Вторые сутки идет проверка всех систем. Все системы работают штабно. Умный спутник прошел все испытания и готовится к полету. У космического аппарата благородная миссия. Отправиться в космос, чтобы заранее предупреждать землян о грядущих стихийных бедствиях. За спутником богатая история. Огромный опыт работы, уникальный научный потенциал и многолетняя честная служба своей стране. Это позволяет в НИЭМ быть востребованным сегодня и уверенно смотреть в будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»